Всем привет, друзья! Мы на канале Мы из Ельца, с вами Аня. И сегодня мы с вами прогуляемся по Ельцу Православному. А именно мы с вами побываем в Женском Знаменском монастыре. Как еще мы называем нашей семьей, это наше место, так как здесь произошли некоторые события, которые мы загадали, и они у нас сбылись. Но об этом чуть позже. Мы с вами прогуляемся. Здесь я вам покажу, как здесь можно загадать желания и как они здесь сбываются. Давайте посмотрим на это магическое, чудесное, светлое место с нереальнейшей энергетикой добра, чуда и всего самого доброго. Знаменский женский монастырь был основан на месте скита Троицкого мужского монастыря в 1683 году на Каменной горе. Указом Петра I за монастырем были закреплены земли и крестьяне. В 1769 году во время Большого пожара в Ельце сгорели все монастырские постройки. На пепелище остались две старицы, наотрез отказавшиеся покинуть обитель. Они жили в уцелевшем погребе и неустанно молились о восстановлении монастыря. В период 1804 по 1813 года на территории монастыря велось сооружение Большого каменного храма с главным престолом в честь иконы Пресвятой Богородицы Знамения. В 1890 году при монастыре открылась церковно-приходская школа для девочек, в которой воспитанницы бесплатно учились грамоте и рукоделию. Преподавали в школе монастырские священники и местные монахини. При революциях в годы богоборческих режимов монастырь многократно то закрывали, то разрушали и через время строили вновь. За пять лет с момента последнего открытия обители восстановлена полуразрушенная колокольня монастыря. Построен храм в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Заново построен Знаменский храм обители, полностью разрушенный в годы советской власти. Возведены административные корпуса, трапезное здание для подсобного хозяйства, купальня на святом источнике. А мы с вами уже попали на территорию монастыря. Давайте прогуляемся здесь, посмотрим, что тут необычного, что красивого. Здесь все настолько ухожено, настолько приятно здесь находиться. Это все создано руками настоятельниц монастыря. Они здесь ухаживают не только за растениями, но и за животными, за птичками. Вот здесь видим таких прекрасных павлинов. Идем с вами дальше. Вот такой вот ручеек. Несмотря на ветреную погоду, от этого пейзаж не стал хуже. Мне кажется, каждый уголок настолько неповторимый, настолько живописный. Хочется остановиться здесь на каждом шагу и просто замереть на секундочку, помечтать о чем-то. Мы, кстати, здесь когда-то были и видели золотых рыбок. Возможно, именно они здесь исполняют желания, кто знает. Вот так выглядит здание самого монастыря. А мне бы хотелось попасть вовнутрь и показать вам, что там. К числу наиболее почитаемых икон относится образ Христа Спасителя, чудесным образом уцелевший в огне пожара 1769 года. До революции в обители находилась икона Божией Матери Траеручица, написанная в Хелендарском монастыре на Святой горе Афон и многие другие чудотворные иконы. Ну а мы с вами отправляемся дальше, к месту, где исполняются все самые заветные желания. В 1778 году в Знаменский женский монастырь была принята послушницей Милания, впоследствии местночтимая блаженная затворница. Великая подвижница прожила в монастыре 58 лет, на территории которого и покоится. Вот, собственно, и то место, где исполняются желания. Вы можете оставить записку с просьбой для Милании. В этот раз я не прошу, а благодарю за все, что уже есть. Отсюда вы не уйдете прежним. Оказаться здесь вы можете только целенаправленно, так как святое место находится на окраине города, на возвышенности. Но уже будучи тут, глядя на город с высоты, кажется, будто ты находишься в невесомости. Атмосфера просто захватывает дух. Вот такая вот, друзья, у нас с вами сегодня выдалась прогулочка. Я надеюсь, вам понравилось. Не оставайтесь равнодушными. Ставьте лайк, если вам понравилась наша прогулка. Пишите комментарии. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!